Стратегия социально-экономического развития региона предполагает поступательное движение по различным направлениям. Позади два этапа, третий пересек экватор. Промежуточный итог из 45 показателей выполнено 35 или 78 процентов плана на период с 2021 по 2024 годы. Это соответствует уровню 2021 года, но условия реализации стратегии, как мы понимаем, в 2022 году были несравненно сложнее, в частности по ситуации и с местными бюджетами, доходами граждан и с другими. По сравнению с 2021 годом показатели продолжительности жизни и снижения смертности значительно улучшились. По профилактической работе с населением регион в числе лучших по стране. При этом есть и зыбкие места. Убыль населения из-под рождаемости требует от областного правительства и ЗАГС Собрания более внимательного подхода к выполнению плана стратегии. В регионе разработана комплексная программа по стабилизации рождаемости, миграции и продолжительности жизни на период до 2025 года. Это мероприятие по повышению доступности медицинской помощи, пропаганде семейных ценностей здорового образа жизни, повышению уровня привлекательности Ульяновской области для молодого поколения. Но тем не менее депутаты рекомендовали правительству в дальнейшей работе сосредоточить усилие на повышении качества жизни граждан и усилить взаимодействие с областными предприятиями. Внимание требуется и сельским районам Ульяновской области. Регион в основной массе аграрный и от благоприятных условий проживания вдали от областного центра во многом зависит общая картина. Пока что показатель убыли бьет именно в этот сектор. Нескольким районам поддержка нужна незамедлительно. Они исчезнут с карты. Если, и дальше уже продолжаем вопрос к правительству, если не будут предприняты креативные другие экономические вещи, которые позволят бы поменять качество жизни и другие тенденции на территории этих муниципальных образований. В минувшем году для повышения качества жизни сельского населения предприняты серьезные меры. Построено пять ФАПов. Медпомощь стала доступнее. Ремонтируются и оснащаются школы. Дети получают качественное образование по последним государственным стандартам. Продолжаются и целевые программы. Земский доктор, земский фельдшер, земский учитель. Аграрные предприятия получают поддержку по ряду региональных и федеральных проектов. В целом для населения разработан комплекс мер, повышающих уровень жизни. Стратегия, хоть и имеет четко прописанный план, мобильно и текущие реалии учитывает. Поэтому возникающие пробелы есть возможность восполнить оперативно и результативно. По большинству пунктов стратегия выполнена. Те пункты, которые были не выполнены, мы сегодня более детально разобрали. Пришли к единому мнению о том, что стратегия разрабатывалась в 2015 году. Ну и, наверное, настал период еще раз ее прианализировать, потому что экономическая ситуация поменялась. Совместно с депутатским корпусом члены правительства в ближайшие месяцы приступят к разработке необходимых корректировок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...